В республике прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства. Две недели студенты техникумов и колледжей демонстрировали свои навыки и знания. Как проходил конкурс и кто стал победителем, об этом в нашем материале. Сюда теперь, сюда чуть-чуть, еще, все. Что такое ТАД-Элит, с легкостью ответит каждый из этих ребят. В Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства соревновались будущие специалисты по технологии строительства. Сначала теория, затем практика. Нужно было выполнить геодезическую разбивку осей здания. Это правильность центрования ТАД-Элита. У него прибор готов к работе, и они начинают работать. Время ограничено, всего 45 минут. В конкурсе участвовали 6 студентов, среди них Анна Леонтьева. Я хотела попробовать себя, свои знания, какие знания я получила в этом техникуме. Стало интересно просто. И пока получается хорошо. Геодезия не так уж сложна, так как по части архитектуры мне показалось сложнее. За работу участников наблюдала конкурсная комиссия. Незначительные ошибки есть, существуют, но без них никак. Но ребята работают приборами уверенно. Знают обращаться, как с ним обращаться, и как проверять, и так далее. Пока на данном этапе мы, скажем так, удовлетворительно оцениваем данный процесс. Сервисы туризм, фармация, машиностроение, электроника. Лучших выбирали по 15 специальностям. Соревнования прошли на базе 10 учебных заведений республики. В числе победителей Евгений Беляев, студент третьего курса цивильского техникума. Он стал лучшим в направлении лесное, рыбное и сельское хозяйство. Я не знал, что займу первое место, но когда узнал, я очень обрадовался. Хотел испробовать себя, своей профессией. Могу ли я среди своих же ровесников занять место. Я не жалею, что пошел на свою профессию электрика. Я надеюсь, в дальнейшем буду тоже работать электриком. Впереди у Евгения, как и у других победителей, конкурс посерьезнее. Всероссийская олимпиада, где соберутся лучшие из лучших со всей страны. Регионы станут площадками проведения соревнований по конкретным специальностям. Чувашия примет направление электроника, радиотехника и системы связи. Вот эти чемпионаты, они позволяют выделить тех одаренных детей, которые приобретают, будем говорить, более высокие компетентности. Они будут более востребованы на рынке труда. Я думаю, эти олимпиады интересны не только для системы среднего профессионального образования, но и для самих работодателей.